Здравствуйте, подписчикам и гостям, я Джетли, и сегодня угадайте, куда я иду? К сестре на свадьбе. Честно говоря, я не очень отношусь к свадьбам, но это моя сестра, и я должна к ней пойти. А не очень к свадьбам я отношусь в плане того, что если не так много денег у людей, а они хотят, чтобы всё было как... всё было дорого-богато, и занимают кредиты, и бла-бла-бла, и, короче говоря, это бессмысленно. Ну и думается мне, что, чтобы выходить замуж или жениться на другом человеке, этого человека надо узнать прям вот пипец как хорошо. И это не делается за месяц, даже за год этого не происходит. На это надо убить где-то 4-5 лет. Если за это время вы можете спокойно существовать с человеком-бокобок, в принципе, вот тогда можно попробовать. Но опять же финансы. Так как я хочу выглядеть более-менее красиво и прилично на этом празднике, я одела вот такое платьице. Оно было в клипе вот в самом первом, который я выкладывала на канал, который вырви моё сердце и выброси. И скажу сразу, что, скорее всего, это видео получится долгим, поэтому скажу сразу, что если вам неинтересно смотреть, как я крашусь и делаю прическу, пожалуйста, выключайте. Вот. Короче, как-то так. Можете в комментариях написать, что вам было бы интересно увидеть в видео, и я сниму видео на эту тему. И так как я не спала полночи, и по-хорошему мне надо немножко восстановить кожу, чтобы на неё хорошо легла косметика, я сделаю масочку для лица. И у меня есть две маски на выбор. Это всё мои преданные. С томатами она вроде отберющая, и с вином, но тут как бы само за себя говоришь, что если вы бухали всю ночь, и у вас завтра сессия, вам поможет эта маска. И давайте на всякий случай прочитаем, для чего используется эта и эта маска. Ну, это маски от Тони Моли. И Айм Рео томатомаск с Ши-Чи. Маска для лица с экстрактом томата. Новая уникальная трёхслойная структура маски. Маски данной серии на время сокращают доступ воздуха к коже, в то время, как происходит увлажнение и питание активными веществами не только верхних, но и глубоких слоёв эпидемиса. Содержит только натуральные ингредиенты и натуральные экстракты, улучшает цвет кожи, придаёт ей естественное сияние, выравнивает тон лица, натуральные компоненты, шелковистая структура, простота в применении, максимальное проникновение полезных веществ в кожу. После умывания увлажнить кожу тонером, нанести маску, ставить на 20-30 минут, с ней к маску, оставшимся продуктом, массажными похлопающими движениями, распределиться. Применяя способ применения у этой маски, то же самое. Но. Маска для лица с экстрактом красного вина «Забота о порах». Но уникально продоверена. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Красное вино – богатейший источник антиоксидантов, дубильных веществ, органических кислот, витаминов, среди которых аскорбиновая кислота, витамин П и витамин группы В. Тонизирует и укрепляет кожу, стимулирует обменные процессы в тканях и выработку коллагена, разглаживает морщины и подтягивает кожу, способствует выведению токсинов и шлаков. Некоторое время назад мне кто-то сказал, что я выгляжу лет на 40. Но почему тогда мне в магазинах не продают сигареты и говорят, что тебе есть 14 вообще? Ну, на всякий случай, раз мне сказали, что я выгляжу лет на 40, я использую эту маску. И тогда, наверное, действительно буду оправдывать продавщиц, которые не продают ни сигареты. Итак, мы умылись и теперь готовы к нанесению этой маски на лицо. Я не буду ее обозревать, скажу только, что она действительно пахнет хорошим красным вином. Е, я буду Валандемортом. И колобком в одном лице. Интересно, а я не напьюсь этой маской? Случайно. Итак, мы нанесли маску на лицо, и теперь нам надо ждать 30 минут. Мне, кстати, кажется, что я реально сейчас посижу 30 минут, сниму эту маску и буду просто в дрова пьяная. Потому что такого концентрированного запаха вина очень давно не чувствовала. Итак, 30 минут прошло, а это значит, что пора снимать эту маску. И знаете что? Морщины у меня на лбу действительно разгладились. Вау, эффект просто офигенной маски от Тони Моль. Теперь надо сидеть и ждать, пока впитаются остатки маски. Далее я все делаю по стандарту, начиная с основы для макияжа. Ну и сегодня мы не будем заморачиваться контурингом, потому что контуринг в жизни выглядит весьма ущербно, как грязь. Он подходит только для фотосъемок и видеосъемок, потому что только там он выглядит нормально. И мы просто покроем лицо тональником и немножечко подрисуем румяными скулами. Сегодня мы не будем выпендриваться и не будем клеить накладные ресницы. Также вставлять линзы из-за этой бяки и делать какой-то вычурный макияж. Мы делаем легкое, что-то легкое, просто чтобы выглядеть более-менее прилично, красиво, что-то. После нанесения тональника я рекомендую закрепить все это пудрой, потому что он может блестеть. Следующий шаг будет не из моих самых любимых. И я думаю, вы поняли, что это будет. Это будет рисование бровей. На этот раз мы постараемся их не рисовать прям поверх наших бровей, то есть какие-то новые густые черные брови. Зачем мне это? Нам нужно что-то легкое, нежное и красивое. На самом деле я не удивлюсь, если вдруг я сейчас начну делать что-то нежное, легкое и красивое, потом получится опять какой-нибудь вампир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете что? Я требую перемотку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ГОТОРЯ МУЗЫКА ГОТОРЯ МУЗЫКА ГОТОРЯ МУЗЫКА На этот раз мы не будем накладывать на себя тонну тоналки. Мы просто немножко припудрим лицо. Далее мы воспользуемся подводкой для глаз. Чтобы нарисовать стрелки, мы попробуем сделать это аккуратно. Редактор субтитров А.Семкин Ну, у нас получилось, по сути, как всегда, то есть более-менее аккуратно, но ни на одной высоте, ни очень ровно. Далее мы все равно упрямо возьмем этот серый карандаш и постараемся нарисовать брови. И я надеюсь, что на этот раз у меня это получится. Пока вроде все идет хорошо. Геометрия одна из самых важных составляющих в рисовании бровей. Левая бровь у нас, как всегда, получается лучше, чем правая. Ладно, у меня просто разные брови. Давайте на этот раз используемся вот этой штучкой, которая, наверное, неспроста находится на этом карандаше. Брови, конечно, получились вызывающими. Теперь я, пожалуй, возьму свою любимую палетку теней. Возьму вот такой вот серо-бежевый оттенок и нанесу его на глаза совсем немножко. Так как я делаю больше дневномики, у нас не должно быть каких-то резких, вызывающих синих цветов, которые могли бы легко использоваться в каком-то клубном, ночном, креативном, вечернем макияже. Поэтому нам позволительно взять вот такой вот бело-розовый цвет. Его мы наносим на внутреннюю сторону. И немножечко под брови. Так как мы поступили нерационально и сначала нанесли темный оттенок, а потом светлый, мы повторяем процедуру с этими бежевыми тенями. Но стараемся, опять же, не переборщить. Правый глаз у меня получается немножко хуже, но я думаю, это будет не сильно заметно. Ну и я все-таки хочу подводкой продлить немножко линию на нижнем веке до начала или середины радужной оболочки. Для того, чтобы выделить губы, мы используем вот этот вот тинт и помаду от Тони Моллик. И помаду от Тони Моллик, которая вроде кажется зеленой, но на самом деле она не зеленая. Тинт мы наносим на верхнюю губу, а на нижнюю нанесем эту помаду. Ну и сейчас желательно подождать, чтобы у нас тинт не отвечаливался на нижней губе. Тинт это, по сути, простой клей ПВА, смешанный с пищевым красителем. И все. И больше ничего. Ну и настало время приступить к укладке. Честно говоря, я не помню, насколько выставляется лойка. Но тут у меня сейчас стоит 190 градусов. Давайте попробуем немножко уменьшить. До 140. И ждем. Надеюсь, из-за укладки мои волосы не поотваливаются. То было бы весьма странно прийти к сестре на свадьбу лысой. Как вы можете заметить, укладку я тоже довольно нечасто делаю. Потому что все-таки считаю, это еще более вредной процедурой для волос, чем осветление или окрашивание. А теперь, пожалуй, настало время как раз-таки вот этой помады. И для последнего штриха мы возьмем, пожалуй, вот эту тушь. Возможно, это будет не лучший мой выбор. Но сейчас это все, что я могу найти. Спасибо, соседи! Вы очень добры с утра встречать. Так как я умница и вытащила зеркало в другую комнату, я буду краситься, смотря в экранчик. И вот сейчас, пожалуй, у нас готово абсолютно все. Напоминаю, что в этом макияже не надо делать брови, как у меня. То есть, это, по сути, брови под изначальный цвет, который у меня получился. У меня получился металлик при окраске. И это серые брови. А брови, по идее, должны быть только на один или на бортон, темнее ваших волос. У меня такой небольшой заказ под Анжеллу Лондон. Если вам понравилось это видео, ставим лайки, если нет, дизлайки. Пишем в комментариях ваше мнение, что вы думаете вообще насчет свадеб и пошли бы вы на нее, если бы вас пригласили. Также большое спасибо за просмотр и всем пока!